Приветствую вас, значит, с точки зрения профессиональной психотерапии, да, стоит предпринять такие меры, уявление не временное, значит, произошло в результате негативных событий, которые разрушили ваши привычные причины следствия. Следственные связи, которые у вас были, ну, вот, с миром. И, соответственно, в результате вы, вот, собственно говоря, и испытываете всё, что испытываете. Значит, какие события нужно обязательно разобрать и рассмотреть, какие именно события привели к тому, что вы себя так чувствуете. Разобрать, почему вы боитесь идти к психологу. Вот. И, перед психологом, ну, перед походом к психологу, вероятно, стоило бы обратиться к врачу, к простому обычному врачу, для того, чтобы он вам, возможно, назначил какие-то общие препараты, вот, такие, условно говоря, поддерживающие, чтобы вам было, ну, нормально, чтобы вам было хорошо. Вот. Туда уже можно будет обратиться к психологу. То есть, такая вот, условно. А так, там вообще называется стресс, реакция на стресс, и всё это, по сути, идёт за счёт. То есть вы уходите от внешнего мира, кажется вам опасным, кажется вам агрессивным, кажется вам угрожающим, кажется вам незнакомым, вы боитесь. Вот. Ну, связано это с объективными причинами, так и с объективными причинами. Объективная причина заключается, например, в том, что у вас человеческая психика инертна. И меняется она и подстраивается под окружающее гораздо медленнее, чем, например, меняется окружающий мир вокруг нас. Вот. К сожалению. К сожалению. И, в общем-то, в общем-то, в общем-то, подобная позиция, на мой взгляд, вполне естественно и нормально. Вот. Ну, другое дело, что работать. Реально. Ну, нужно с этим работать. Вот. Там и там. В противном случае ничего вообще не получится у вас, к сожалению. Вот. Вот. Примерно. Примерно так я бы... вам ответил на ваш вопрос, который вы задаёте нам. нам. То есть, ваш вопрос отвечает в том, временное ли это явление или нет, я вам отвечаю, что на объявление это не временно. А надеюсь, что вам этого будет достаточно, Оля, для того, чтобы вы озаботились своим состоянием. Вот. Вы пишите, что он... А, значит, вот у вас тут есть... Вопрос. Вот он, ну, задаёт первый оборот. А, давайте почитаем первый вопрос. С чего все началось? У меня есть проблема с память, встречаемся год. Ну, когда он вёл себя... Когда мы вместе, он ведёт себя спокойно, ухаживает, любит. Когда мы не можем видеться, то, наконец-то, начинается что-то непонятное. Он начинает говорить, что не любит, постоянно игнорирует, почти заходит делать до разрыва. Ну, человек не уверен в себе, не может и не может, как бы, в отношениях находиться на расстоянии. Боится, боится, там, измены и прочего, прочего, прочего. Рисовались мы один раз по моей инициативе, с чём, с чём, с чем это связано. То есть, ну, поясните инициативу. То есть, вы расставались, чтобы что. По факту, чтобы что. То есть, вы расставались. Ну, для чего вы расставались. Так. Вы расставались. Чтобы он. Его. Ммм. Как-то позлить. Например. Например. Или. Вы расставались. С еще какой-то целью. Вот. То есть, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ он в которой необходимо корректировать дальше идем так проявляем и сферы причинаю у меня сунгут куда то пойти может сказать об этом он сунган мара опять же потому что он не верен себе я пытался много говорить намного на эту тему так и не смогла получить нормального ответа секс в отношениях есть не он не он не я не живем отдельно то не можем проводить все это время вместе но опять при вопросах я уже не верю а для чего вы задаете ему вопрос для чего вы спрашиваете его любит ли он слава я знаю, что у него были проблемы в семье его родители развились по какой причине он не дам мне он не говорит я не знаю что у него там идет дальше как решить эту проблему какую проблему что делать чтобы что Оля то есть проблему молодого человека вы не решите никак это проблема молодого человека свою проблему да так что вы решить можете но не очень понятно о а в чем она это заключается то есть ну не понятно чем заключается проблема том же что вы, к примеру, как-то реагируете на, допустим, на его поведение. То есть, ну, вы реагируете как-то на его поступки. Если так, если все дело вашей реакции, то не нужно работать. То есть, реакции нужно разбирать, вот, сейчас нужно разбираться, как вы реагируете на листья молодого человека. Почему вы спрашиваете у него, любит ли он вас, для чего вы спрашиваете у него? Что он не уверен и вы не уверены, получается, в себе? Или как? Вот, да, вот в чем проблема? Так, тут, наверное, пояснить, на мой взгляд, опять же. Так что, вот, примерно так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры делал DimaTorzok Диана Браке Продолжение следует...